А вы не могли тут дверь открыть? Здесь у нас полиция, пожарная отрасль. А вы, сотрудники, полоскальнируйся. Я вызву пожарную поли... По телефону 101 и выяснить в начале королева у нас старший правщик косов. 31 рота. Да, так точно. Тогда сами можете позвонить, убедиться. Я не могу, что я не могу. Я сказала, что это ложный выбор, у вас не будет. Они говорят, что им через Неводережный тоже отзвонились. Это ложный выбор. Вы не могли бы представиться, пожалуйста? Представьтесь, пожалуйста, девушка. Представьтесь, пожалуйста, на камеру. Вы не могли бы дверь открыть мне, как сотрудник? Я не могу, я не могу. Жаль, что это не имеет права. Всех людей отгонят, но мир не отгонят. Сейчас все сгорит, а они не сгонят. Только женщины. А то и давно все-таки указано. А что нужно быть? На верхнем. Мы разносились. Тут же все поедали. Здравствуйте. 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 Алло. А почему вы сфотографируете? Я в СМИ. Что? В СМИ. И что? А вы сейчас отдыхите в России. Что вы делаете? Так. Берите. На меня напали. Полиция. Полиция. Идите сюда. Она меня напали. Она меня избивает. Кто вас избивает? Отпустите меня немедленно. Прекратите фотографии. Покажите фотографии. Вы не имеете права нас сфотографировать. Отпустите меня. Она начала нас сфотографировать. Вы троги. Она не представилась. Как он имеет права нас сфотографировать? Они мне напали... Я сказала, прекратите! Я буду писать заявление. Я не сижу заявление, в первую очередь, обманывайте, пожалуйста. Покажите вашу саду. Телефон ваш, покажите. А я говорю, что вы здесь не можете находиться. Почему? Потому. Покажите, на каком основании вы здесь можете находиться. На основании... Покажите свои документы. Покажите. Это не документы. Это не документы. Нет. Это документы. Я в свой протокол, цифры, решения... Мне системы требуют решения, мое. Да? Я... Это... Какие цифры туда вносить? У меня нет цифр. Что я туда должен... Решение у меня на столе. Что я туда должен вносить изменения в свой протокол? Я до сих пор не знаю. Потому что... Давай вводить. Нет, ты мне давай сначала решение, потом будем вводить. Как я буду решение, если у меня нет... В этом, ну, без решения, ну, вы понимаете, без, это... Без протокола, я... Какими изменениями полностью будут цифры? Мне будут в итоговом протоколе, да, в первой строке, насколько изменится цифра, вот, если четыре комиссии мы поменяем. Префектура управит, ну, это, цифры... Они сидят, заполняют, диктуют, вот, комиссии подъезжают, расписываются, вот, но цифр у меня нет до сих пор. Участковый у меня протокол забыл. У меня печати нет. У меня еще системный требует мое решение с цифрами, блин, если у меня их нет еще окончательных, блин, до сих пор. Так вот, это, она не пишет мне, блин. У меня настроения сегодня нет, извините. Вы, наверное, слышали, что Леонидовичу достаточно большая информация была разрушена. Для того, чтобы ее подготовить, нам тоже требовалось время. И вот эти вот тут депоши устроенные, только отвлекали и не давали работать. Понимаете, для того, чтобы напечатать и еще раз не ошибиться. Надо было действительно тишина обменить депош, который устроили господа, присутствующие здесь. Я не буду называть фамилии по каждой пальце. Простите, пожалуйста, я хотел бы узнать вашу фамилию. Я представилась вам. Можно еще раз? Сейчас после этой съемки я хотелось бы узнать. Заместитель председателя территориальной комиссии района Кубина, Филаридова Татьяна Павловна. Татьяна Павловна, скажите, пожалуйста, в соответствии с законом действия комиссии осуществляются гласно. И члены, которые в вышестоящей комиссии, могут присутствовать при работе комиссии. Почему вы хотели запереться и подготовить решение в отсутствии лиц, которым вы готовились? Вы не заперялись. Вы не заперялись. И молча сказали бы, я буду теперь тихо, без моря, крылья. Пожалуйста. Это подключение всех членов комиссии, что в каких случаях не могут задавать вопросов. Во время работы, даже я работаю. Это в детский сад. Да. В 449 комиссии, я вижу, что он составлен 20 минут, когда все здесь пришли в столе. Опять, я вижу, что все в офисе поставлены одной и той же ручкой. И самое главное, я одну и ту же ручку могу удачнили коллеги, уважаемые группы. А самое главное, я вижу, что в Гераке-13 есть изменение, исправление в протоколе, что делает этот протокол недействительно и обязывает высшестоящую комиссию принять решение о подготовке к повторному протоколу. Этот протокол принимать нельзя, потому что, пожалуйста, посмотрите, здесь в Гераке-13 есть очевидное исправление. Есть решение принести, есть протокол. То есть вас причины не интересуют всю комиссию, а вам назначено только решение принять? Хорошо, скажите, пожалуйста. То, что я был свидетелем, у Васильчегова и террористического силы удалив из помещения тип Ховрия, что Екатерина Сергеевна фальсифицировала протокол 459 комиссии, ставя их в подписи за самих членов на жизнь. А в вашем новой протоколе, который вы демонстрировали в личной информации, это очевидно неизвестно, что подписи подставлены на одну ручку и одну ручку. Я был свидетелем. У меня есть, я убил запись, когда я спрашиваю, почему она это делает. Скажите, пожалуйста, как бы отреагировали на случайном отреагировании? Да, я здесь вас сейчас радует, я понял вас. Я вот здесь вот третий раз за вести вас вижу, да, наверное, задавал только пол, а ещё, я здесь третий раз за вести вас вижу. Я считаю, что это грубейшее нарушение избирательного законодательства, работать в каких-то других кабинетах, и хочу его пресечь, поэтому я захожу и другие кабинеты, где проводится работа с протоколом избирательного законодательства. Я думаю, что имею на это право, чтобы не допускать нарушение избирательного законодательства. Я вам еще раз сообщаю, что я видел, как ставится на протоколе подписи за других членов избирательной комиссии. Я требую, чтобы этот факт был перескален. Да, как только я стал задавать запись, как она представилась, 459-го участка, вопрос, почему она ставит подписи за других членов комиссии и использует печать комиссии на протокол, который только что распечатан. Таким образом, заверяют его, не давая на обсуждение комиссии вне заседания. Екатерина Сергеевна сказала, что вам ответят в другом кабинете. В конце концов, мы вышли на зампредседателя и на председателя Дима Коплина, который не стали отвечать на этот вопрос. Екатерина Сергеевна молчала. А вместо этого устроили сначала скандалы, которые мы сейчас милили. А потом Николай Иванович, используя помощь двух уважаемых членов комиссии, выставил меня за дверь, используя физическую силу. На что я, собственно говоря, написал закрепление в полицию. — Он устроен всем!